Пирожок Пирожка, последний пирожок сели или как? Последний пирожок? Я не придумал пока Не придумали? Ну, допустим, если он был последний Если последний? Если вы правы, то неправда Если я сейчас соврал Соврали? Ну, в принципе, незначимый для вас вопрос Если бы вы последний сели И там бы бабушки сказали, что вы не ели этот пирожок Тогда бы произошли бы реакции какие-то у вас То есть это для меня незначимый факт И поэтому никаких показаний Таких сильных изменений не будет Не пришло бы Хорошо Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Казанцев Антон Специалист-полиграфолог агентства Адамант Итак, сейчас, как вы можете видеть Я полностью подключен к системе Да, к полиграфу Да, полиграфу Что такое вообще полиграф? Я потому что, как видел по телевизору Это довольно большая аппаратура А сейчас она не больше планшета Да, раньше был полиграф очень большой В основном там, получается, как чемодан Компьютера не было И человеку фиксировались какие-то изменения С помощью данного прибора Да, сейчас время цифровых технологий Все это уменьшено Вот Полиграф сам это прибор Относится к медико-биологическому классу Он является полностью безопасным для нашего организма Он регистрирует ваши внутренние показатели Такие как сердцебиение, артериальное давление Дыхание ваше и потоотделение Вот давайте как раз о показаниях Расскажите, пожалуйста, что у меня на пальцах Что регистрируется здесь? Вот это реакция, да, проще говоря, мы регистрируем он потоотделение Изменение сопротивления кожи, получается, да? А этот датчик регистрирует сердцебиение ваше Вот вы раньше видели в фильмах, наверное, в американских особенно чаще Там приборщик Спицы такие двигались Не, не спицы, там прицепили пальчик Он снял, убежал там и запипикал Да? Ага Что это пульс регистрирует? Понял И сейчас эти данные сразу вы видите здесь на экране А которые из них сердцебиение мое? Вот, сердцебиение пока у вас получается не сильно четко показывает, потому что вы двигаете Где-то Мне надо стоять ровно Да, стоять ровно, не шевелиться Хорошо Так, дальше у меня, допустим, очень интересует, что у меня на голове? Этот датчик фиксирует мимики лица Движение мышц, да И как это изменение тоже фиксируется? И зачем это? Зачем, да? Зачем мимика лица изменения? Потому что бывают такие люди, что некоторые прочитают в интернете и начинают пытаться противодействовать Противодействовать мимику лица Противодействовать полиграфу Вообще полиграфа Да Ну, и не соблюдают инструкции, начинают там прикусывать язык и начинают пытаться tentang полиграфа Обмануть полиграфа? Да Но это невозможно, это все видно, хорошо отображается То есть чтобы обмануть полиграф, нужно, допустим, прикусить язык? Да Создать какие-то искусственную помехи Допустим Какие можно создать помехи? С помощью прикусива звезда. В фильмах очень часто показывают кнопку по пятку положить. Бывает это все, но это мы все знаем. И это все видно, хорошо отображается. Есть реальные реакции. Вы работаете в тандеме. То есть показания приборов и ваш опытный взгляд полиграфолога. Да, вот именно. Мы анализируем это все, полиграмму, которую получаем, и уже смотрим. Человек пытается открыть какую-то информацию от нас или говорить правду. Хорошо, вернемся к этому датчику. Значит, если я улыбнусь, он тоже увидит это все, да? Да, это увидит. Вообще, во время процедуры данной проверки, например, человек должен сидеть, не двигаться. Спокойно отвечать, не вертеть головой, не шевелиться. Также этот данный датчик, он, получается, фиксирует движение, чтобы видно было, откуда пошла какая-то помеха. Вдруг человек нечаянно шевелился головой. Здесь вы посмотрели, что реакция пошла, что он нечаянно, случайно шевелился. Понятно. Хорошо, дальше продолжаем. Это у нас датчик артериального давления. Да, это датчик артериального давления. Покажите, как он работает. Ну, по старинке, скорее всего. Да, он накачивается до определенного уровня и смотрим, как изменяется ваше внутреннее артериальное давление. Что, зачем вы наблюдаете? Что вы, какие показания вы снимаете и как это влияет на то, что соврал я или не соврал? Ну, как я уже сказал в начале, да, я регистрирую ваши внутренние изменения, внутренние реакции, как артериальное давление, дыхание, плотоделение, сердцебиение, также движение вашего тела, да? И на основании данных показаний мы фиксируем, мы уже делаем выводы. Вот эти данные показатели, они относятся к вегетативной нервной системе, которая работает без участия в нашем сознании. То есть я очень трудно на них влиять? Да. Вы можете остановить свое сердце сейчас? Нет, к сожалению, не смогу. Или к счастью. Вот подсознание бьет, ну, само контролирует это все процесс. Хорошо. Дальше мы продолжаем. У меня, я не совсем понимаю, что это за прибор? Это датчики дыхания. Датчики дыхания, да. Датчик нижнего дыхания, как говорится. Они измеряют, как часто я дышу. Да, как вы часто дышите, как глубоко вы дышите, глубокие вздохи делают. И вот, понятно. И вы сами, наверное, помимо показаний датчиков, наблюдаете за чем-то. Зачем вы смотрите на человека? За поведение человека, в первую очередь. Допустим. Как человек ведет себя. Как он может себя вести? От нормы как отличаться может? Ну, как... Подозрительные черты какие-нибудь? Ну, не подозрительные черты какие-нибудь, может быть, да, конкретные, да. На основном человек может как-то вести, агрессивно может быть настроен на проверку, там, да. Может сильно волноваться, там. Тоже у человека бывают такие люди, да. Вот. И также смотрю, как он соблюдает мои инструкции. Чавелится, не чавелится, как он дышит, глубоко, может, там, специально, там, сидит, крутится на стуле, берзает, там, что-то. Какие инструкции есть? Вот представьте, я сел, я работник какой-то компании, меня, вас наняли, чтобы посмотреть не в руль, я при приеме на работу. Вот какие инструкции есть для меня? Что мне делать? Ну, в первую очередь, когда человек приходит, да, я ему объясняю ваши, его права. Мои права? Да, что все его темы вопросов, которые перед тестированием, мы их обсуждаем тщательно. То есть вопросы перед тестированием будут обсуждаться? Да, темы вопросов будут обсуждаться, вот. Также мы объясняем, что в ходе тестирования, ну, он может прекратить данную проверку, если не захочет проходить. Даю ему бланк заявления о добровольном согласии, чтобы он прочитал, познакомился, подписал, что он согласен. Данная проверка, она проходит с его столько согласия. Никто его не может заставить проходить данную проверку. Насколько точен этот метод? Точность прибора зависит от самого специалиста. Чем человек будет тщательно соблюдать? Инструкции, методики, потому что методики очень разные бывают по данному проверку. Тем более будет точнее данный прибор. Методики? Проведение полиграфа, потому что они чуть разные есть, да? Вот. Точность в среднем варьируется от 90% и выше. Для чего нужно проводить проверки на полиграфе в коммерческих целях? В коммерческих целях, да? Для каких, ну, как говорится, коммерческих подразделений, да? Основная цель – это отбор кандидатов при приеме на работу. Потому что люди бывают разные, бывают, как говорится, положительные люди, хорошие, там, добросовестные, порядочные. И, конечно, есть люди, которые недобросовестные. Могут плохо работать, как говорится, могут пропускать работу, могут заниматься какими-то хищениями на работе. Вот. Ну, и работодатель, может быть, это не устраивает. Кто к вам в основном обращается? Может быть, это какая-то специфика, там, банковского дела? В основном мне обращаются крупные фирмы, которые занимаются торговой, торговлей. Вот. Также, ну, бывают какие-то ситуации, что, ну, небольшие, мелкие компании могут обращаться в данную компанию. Обращаются ли к вам, может быть, частные лица, там, ну, я вот так сразу видел, так, на вечеринку, как какой-то аттракцион. Знаете, есть игра такая, тайна или желание? Ну, вот, тайну можно сразу проверить в рот или нет. Нет, ну, да, в принципе, такого не было. Звонили, спрашивали, ну, в принципе, что-то они передумали. Узнавали как-то там, ну, может, испугали, что там все это раскроется. Все-таки может скрыться. Ну, а какие-то семейные, может быть? Да, бывают же такие ситуации, бывают семейные проверки, как касается, ну, большинство людей, конечно, думают сразу, проверить бы там мужа или жену там на измену, да. Ну, может быть, конечно, проверить это, да. Человек изменял там, не изменял, да. Вот. Ну, я считаю, что данный прибор, ну, в этом случае он, конечно, будет работать, все покажет, да. Это несколько неэтично. Да, это неэтично, в первую очередь, да. Вот. Ну, я стараюсь, наоборот, их как-то убедить, что не стоит это делать, попытаться разобраться в себе вначале. Вот. Может, там, какой-то психолога семейный можно нанять там, чтобы там, если какие-то проблемы, ну, доверие, может быть, возникает, да. Также в семье не можно, ну, в семье часто проверяют тоже детей, бывает, подростков, ну, что, ну, люди, как взрослые, все, там, кто-то хотят, подростки хотят попробовать, где-то что-то узнать иногда. Ну, ну, бывает, в общем, ситуации, когда можно использовать, но лучше это все как-то самостоятельно, другими способами договариваться. Да, пытаться довериться. Ну, пытаться доверить, потому что если ребенка начать все время садить на полиграф, ну, родители, ну, не будет вообще. Хорошо, вернемся, давайте, к полиграфу. Итак, вы у нас вооружены вот этим вот полиграфом. Это советское какое-то производство? Это российское производство. О, советское, извиняюсь, российское. Да, российское производство, фирма «Диана». Данный прибор изобретается, ну, производится в городе Москве компанией «Полипонилус». Он себе зарекомендовал очень хорошей стороны, его закупают, МВД закупают, там, Следственный комитет закупает данный прибор. Вот, сама данная фирма, она пытается… Я покажу нашим телезрителям, если вы не против. Вот так он выглядит. Продолжайте. Сама данная фирма, которая производит данный прибор, они пытаются это отслеживать, производить какой-то ремонт, там, техническое обслуживание, что даже в данной программе, например, есть, что через два года человек должен провести и провести какое-то техническое обслуживание на данный прибор, чтобы, ну, проверить. Все равно техника, иногда может ломаться, где-то что-то может… Хорошо. Мы сейчас, ну, провели беседу минут на 10. Как изменились показания моих… Вернее, как мои показания изменились? Ну, показания, в принципе, у вас таких серьезных нету скачков, да, конечно, дыхание у вас шевелится, меняется, да, тут фото-деление, в принципе, стабильно идет, резких таких скачков нету, в принципе, сердцебиение. Серцебиение – это который график? Ну, здесь график плохо видно, в принципе, да, потому что вы все время шевелите, двигаетесь. Да, да, да. Нельзя посмотреть. Вот. И он плохо, получается, все равно анализируется. Угу. И у вас еще видеокамера здесь. Здесь я вижу, зачем она? Как я сказал, видеокамера нужна для более объективного результата, потому что, как уже бывает, что человек нечаянно, случайно, чих, ну, зим, ну, пошевелись, это все равно следует какие-то помехи. Для перепроверки потом? Да, ну, как мы производим, ну, создаем вот эту ситуацию, производим исследование, как говорится, да, потом уже, когда человек уходит, мы начинаем обсчитывать данную полиграмму. Понятно. И смотрим, как есть. Такой вопрос у нас, немного времени осталось. Как стать полиграфологом? Вы долго учились этой профессии? Ну, как стать полиграфологом, да, есть специальные курсы, как говорится, да, есть курсы две недели, как говорится, но за две недели нельзя ничего очень. За две недели это... Ну, Шаралостанцево, как говорится, да. Я учился в национальной школе детекции лжи в филиале в городе Владивостоке. И как к вам можно обратиться, как вас можно найти, по какому номеру телефона или куда подойти? Ну, в принципе, у меня в Тугисе есть компания, называется Адамант, а также могу сказать номер телефона, это 25-32-75. Звоните, проконсультирую, если какие-то будут вопросы еще. Большое спасибо за очень интересную беседу. Вот эти, кстати, показатели потом как-то можно выслать на электронную почту, или вы таким уже не занимаетесь? Не, ну, конечно, могу выслать на электронную почту вот эти данные показатели вам, да, но у вас нет программы. А, я не смогу это прочитать. Я понял вас. Хорошо, дорогие телезрители, не врите никогда, потому что может прийти вот такой вот серьезный молодой человек и раскрыть все ваши тайны. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Полиграф помогает нам защититься от обмана. А вот как самому не оплошать, не наделать ошибок и сохранить, защитить свои сбережения, нам сегодня расскажет Татьяна Варфоломеева, заслуженный экономист Республики Саха и Кутер, руководитель кредитного союза «Алмаз Кредит Сервис». Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос сразу. Как, сейчас время неспокойное, как минимально себя финансово защитить? Ну, времена не выбирают, как говорят, да. Особенно в нашей стране у нас это явление обычное. И тем более важно каждому человеку задуматься о самой важной проблеме, я считаю, ну, может быть, второй по важности после здоровья. Как создать, как себя защитить в финансовой сфере. Вопрос очень болезненный для многих, ну, интересный для многих, но в то же время там очень много заблуждений у людей. На самом деле исследования данной темы, исследователи данной темы, они говорят о том, что нашу финансовую защищенность можно выразить тремя словами. Какими? Заплати сперва себе. Понятно. Это значит, хотя бы 10% от своих доходов человек, заботясь о себе, о своем будущем, должен нести, откладывать себе. Ну, и их не под матрас, не в стеклянную банку, да, как бы там ни было, а нести на некий счет, который предлагает какие-то проценты. Ну, вот, допустим, у меня есть какие-то кредиты, там, какие-то потребности купить себе, там, новые джинсы, сходить в кино, даже расходы. То есть нужно как-то умерить свой пыл, свои потребности и суметь отложить 10% от всех денег. Ну, хотя бы полгода, хотя бы полгода, самый простой шаг – это взять контроль над своими расходами, чтобы 10% начать откладывать. Можно взять пример из двух человек, очень наглядный. Предположим, первый человек имеет достаточно хорошую зарплату, 100 тысяч, да, но при этом у него принцип жизни. Жить здесь и сейчас, иметь самое лучшее, я достоин, значит, всего самого хорошего. Поэтому у него большая ипотека, автокредит на дорогую машину, он любит дорогой отдых и так далее. И таких людей у нас очень много, которые в конце месяца выходят на нулевой остаток, да. Или взять второго человека с небольшой закладой, который читал умные книжки. Кстати, от них ломятся книжные полки в наших магазинах, все написано, все исследовано, все просто разжевано, просто надо это использовать, да. И умудряется откладывать 5 тысяч в месяц. Итого у него будет 60 в год, плюс ставка, предположим, 10 годовых, да, это будет 66 за первый год. 65 там, условно говоря. Ну, это логично, я думаю, все уже слышали эту историю, потому что просто откладывать и многие проблемы идут сами собой. Это в год наши привычки, наша осознанность, она будет формировать наше финансовое будущее. Это, с этим не поспоришь, никаким образом. Хотела спросить, как «Алмаз Кредит Сервис» помогает в достижении финансовой защищенности? Вот уже более 13 лет «Алмаз Кредит Сервис» по всей республике помогает создавать людям идти по пути финансовой свободы. Да, с нами более 22 тысяч, это только активные пайщики на сегодня. Вообще замыслом создания «Алмаз Кредит Сервиса» было распространять именно знания о том, как простой человек, обычный, не бизнесмен, ни у кого прям какие-то большие доходы мог создать, мог начать этот путь. Потому что именно людям с небольшими доходами как раз и нужно, и даже в кризис, и особенно в кризис, начать путь финансовой защищенности. Есть даже куча исследований, как это влияет на самооценку, что люди вообще чувствуют себя счастливыми, независимо от того, какие суммы они откладывают. Просто от того, что они это делают во благо себя. И они видят плоды, да, и они им нравятся, и они хотят это продолжать, обучают этому детей. Поэтому это вообще путь спасения человечества, ни больше, ни меньше. У вас в какой процент на вклады? Можно сразу вот такой вопрос. У нас, ну, поскольку наша миссия, это именно содействовать людям в развитии качества жизни, и «Алмаз Кредит Сервис» это некоммерческая организация, которая не гоняется за максимизацией прибыли для акционеров, поэтому мы стараемся держать доходность выше, чем это предлагают банки. На настоящий момент это до 13,5 максимальная ставка в год. Когда банки предлагают до 10, я так понимаю? Да, около 10 банки предлагают. Ну, Сбербанк, наверное, там на 5-5-6. Вы сказали, что не прибыль, ну, это ваша цель. А куда уходит прибыль, потому что она же, получается, есть все равно? Все 13 лет прибыль ежегодно направлялась на формирование страхового фонда предприятия. На настоящий момент это 927 миллионов, ну, почти миллиард уже. На что этот страховой фонд идет? Страховой фонд это, ну, как, защита, это гарантия возврата сбережений пайщиков наших. То есть мы из дня в день его формируем, чтобы наши пайщики чувствовали себя спокойными. А этот фонд в размере, вы сказали, сколько? 927 миллионов. 927 миллионов. А сколько у вас вкладов? Сейчас при влечении у нас 824. То есть страховой фонд больше, чем вклады? Да, и он формируется каждый день. Каждый день в основной деятельности формируется страховой фонд. Плюс идет вся прибыль на увеличение этого фонда, да. Поэтому мы с большой уверенностью, вернее, наши пайщики с большой уверенностью смотрят на будущее. И продолжают дело. Ну вот сейчас телезрители на вас услышали и подумали, что я хочу начать в путь своего финансового благополучия прямо сейчас. Куда идти нужно? Куда звонить? Обращайтесь, пожалуйста, в бизнес-центр, третий этаж, 305 кабинет или телефон 325353 и по нашим подразделениям в 24 улосах республики. Большое спасибо за очень интересную информацию. Я думаю, что телезрители также подняли уровень знаний своего по поводу финансового благополучия. Большое спасибо. Спасибо вам. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем. Как вы знаете, технологии не стоят сегодня на месте. И вовсю используются очки виртуальной реальности. Одев которые вы попадаете либо в кинофильм, либо в мир компьютерной игры. Но стать героем сегодня можно и без высоких технологий. И стать героем о побеге из тюрьмы или борьбы за выживание. И сегодня у нас на проспекте Весна. Человек, который как раз таки и создает такие истории. Встречайте, хотел сказать, бурными аплодисментами. Булдаков Гаврил, организатор квестов Пандорам. Здравствуйте. Добрый день. Вы организатор квестов Пандорам. И вы еще сегодня у нас представляете квесты Капкан. Это ваши конкуренты, я так понимаю. Ну, в квестах как бы нет таких прям конкурентов, потому что все квесты разные. И всегда как первый раз, поэтому можно сходить на один квест, потом на другой квест. Потом, просто он к вам придет, втянется, уйдет к ним. Все выиграют. Либо с брату, да, потом к нам. Понятно. Разговорите вкратце про квесты. Квесты, это, как вот, наверное, старшее поколение смотрело передачу Форт Бояр. Это, в целом, вот, похожая схема, только с загадками, как вот из, уже, наверное, молодое поколение знает. Компьютерные игры, квесты. Там, где нужно собрать некоторые задания. Да, там, взять банку с карандашом и провод, и получится у вас лампа. Чтобы осветить какое-то там помещение, чтобы найти ключ. И вот в этом духе все у нас и происходит. Понятно. У нас есть небольшая игра для телезрителей. Вы сегодня можете выиграть два прохода на квест Пандорум. Для этого вам нужно будет сфотографировать сейчас свои экраны и выложить в социальную сеть Инстаграм и отметить как раз-таки аккаунт Пандорум. Но мы ничего этого не будем показывать, это будет для вас такое задание, квест. Поэтому вам нужно будет немножко поискать. Итак, вы, как много квестов у вас есть сейчас? Сейчас у нас только один квест, это тема Шелла Холмс и в капкане тема Морг. Понятно. А что там нужно делать, это какой-то страшный квест? Морг? Нет, это, ну, там, конечно, тема... Там будет лопата? Это вы будете играть за журналистов, группа журналистов. И они исследуют одну больницу, где есть по каким-то сведениям лаборатория секретная, где производят незаконные эксперименты. И вот они хотят найти эти доказательства. У них, наверное, есть только один час, чтобы найти все эти доказательства и сдать их в полицию. Понятно. Ну ладно, как много вообще человек прошло через ваши квесты? Вы примерно знаете статистику? Ну, команд, наверное, уже 200. 200, то есть где-то 800 человек, если на 4 умножить. Примерно так. Хорошо. Вы уже помучили довольно много человек, теперь я хочу вас немножко помочь. Попрошу обратить ваше внимание на экраны. Сейчас будут картинки наших улиц, нашего города. И вы должны будете сказать мне, что скрыто за этим квадратом на время. И поехали. Рынок. Нет. Вариантов больше нету? Цирк. Открываем. Правильно. Цирк. Хорошо. Ну, больше не будет у вас попыток вторых. Хорошо. Следующая картинка. Так, что здесь? Город Якутск. Так, а как улица там все такое? Ух. Где кнопка с подсказкой? Подсказки нету. Три. Пас. Два. Один. Дальше. Поехали. Что это? А, это же Ленин. Это площадь Ленин, да. Дальше идем. Вот очень известная улица. Площадь Оженикидзе. Ну, это было легко, хорошо. Площадь Оженикидзе. Идем дальше. Вот это чуть посложнее. Ну, это же тоже вот Ленин стоит там. Пытался обмануть, хорошо. Это опять-таки площадь Ленина у нас. Дальше идем. Вот. Так, ну, мне кажется, это все просто. Это улица Победы? Да, правильно, площадь Победы. Площадь Победы, да. Где еще у нас завод стоит такой? На заднем плане. Дальше идем. Вот, очень хитрая картинка. Ну, это, мне кажется, улица, где я не хотел бы оказаться ночью. Я думаю, что... Ладно, не буду шутить. Итак, вы сдаетесь. Да. Я не шучу, потому что это улица. А! Ну, это старый город и, конечно же, наша Пробеженская церковь. Итак, дорогие телезрители, на этой веселой ноте я вынужден сказать о том, что наша передача подходит к концу. Встретимся с вами на этом же самом месте в это же самое время. И у вас все еще есть шанс участвовать в программе, вернее, не в программе, а в розыгрыше от Мандорова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!